итак дорогие друзья всем привет доброе утро доброе утро всем и мы начинаем наш традиционный урок торы сегодня сегодня из города нюрнберг я его провожу не нюрнберг а ирландин это рядом с нюрнбергом где живут мои родители все ждем пока все присоединяются что-то сегодня или не успевают зайти или не показывает так олег марголин шалом всем участникам все все заходят просто каким-то образом медленно-медленно показывается добавление новых участников а вот скажите поставьте пожалуйста эйтан леви бердер вчера проводил урок это да верно сказал что завтра не будет я же чем если поставьте пожалуйста по десятипальной шкале как мне видно как слышно как из нюрнберга как меня слышно из города нюрнберг из города ирландин так и лоу и там леви бердер говорит слышно хорошо hello good and morgan good and morgan всем хорошо друзья и вот мы продолжаем изучать притчи я как раз вчера здесь синагоги в ирландине проводил урок по причем самого начала до самого начала как бы дал а еще раз рассказал вступление и действительно вот каждый раз по-новому открывается то есть если ты изучаешь ту же самую информацию которую ты слышал раньше но ты уже другой сам другой и даже обучаешь той же самой информации но ты сам за это время изменился что-то узнал новое то совершенно идет какой-то новый внутри процесс и новое осознание и понимание поэтому как говорил брюс ли не знаю или можно его здесь упоминать но можно да брюс ли был мастер своего дела он говорил так я говорит не боюсь человека который знаком с десятью тысячами ударов я бы человека который десять тысяч раз тренировал один удар и вторе то же самое главное это не то что ты когда-то слышал или что-то читал вторе самое главное это чтобы тора стала твоими мыслями чтобы тора стала твоими управляющими идеями которые помогают тебе принимать решения в жизни и через тора это как интерфейс такой до через который ты соединяешься с богом интересно я прочитал как раз вчера в одной книге по психологии что у человека есть неокортекс это то что делает его человеком неокортекс это как ну кора головного мозга это тоже там есть мысли осознанность там где есть мечты и планы рациональное мышление слова и так далее да вот шалом ярославом и рядом я сейчас в ирландине и а вот этот неокортекс он был назван как а как интерфейс через который человек соединяется с внешним миром то есть идет из внешнего мира приток информации эта информация через осознание становится человеку понятно и он ее запоминает дальше идет вот эта лимбическая система то что называется эмоциональная часть человека он через эмоции он какую-то информацию закрепляет сильней потому что mindset информации выведет удовольствие то есть он почувствовал от него удовольствия какая-то информация идет ведет его к страданию и он почувствовал страдания и вот закрепляется в долг и временная память именно на эмоциональном уровне то что ведет или к удовольствию или к страданию а А потом, если повторяется одно и то же, то оно становится уже автоматизмом. Очень интересно объясняется вот это вот соотношение между интеллектом и между вот это вот, то, что в Торе называется животная душа. То есть, современная наука дошла до того, что у человека есть мозг млекопитающего и мозг рептилии. Можечок это, да? А Тора уже 3000 лет говорит, что это называется нефиш беемид, животная душа. А это называется нефиш сиклит, то есть, сиклит это интеллектуальная душа, да? То есть, есть у человека интеллектуальная часть и есть животная часть. Хорошо, давайте мы в третьей главе находимся. В третьей главе, 19-й отрывок, 19-й отрывок сказано так. Ашем, Бог, то есть, Бог Бехахма, божественной вот этой своей мудростью, Ясад Орец, он установил землю. То есть, он установил законы земли вот этой своей божественной мудростью. То есть, он, Бог, вначале же не было ничего, даже материала не было, из чего землю создавать. Но он создал мироздание, то есть, вначале не было ничего, потом появилась какая-то материал. Потом из этого материала начала развиваться вся вселенная. Там большой взрыв, маленький взрыв. Уже ученые могут описать этот процесс, как они хотят. Ученые, они описывают то, что уже происходит. То есть, ученые не создают ничего, они описывают процессы, которые работают в мироздании. Так вот, мы знаем, что Бог мудростью своей основал землю. А они уже описывают, как это было, большим взрывом, маленьким взрывом, ну и так далее. И конен шамаем би твуна. И дальше он установил небеса, твуна, как мы знаем, это сообразительностью, то есть, логикой причинно-следственной связи. Вот тут интересно, что еще древние греки, они представляли себе мироздание, как, что есть Бог первопричина. А дальше все идет по причинно-следственным связям. Одно вытекает из другого. И так мир существует, а Бог уже не вмешивается. То есть, по греческой, как бы, описанию мира, Бог первопричина, а дальше все идет по причинно-следственным связям. Тора говорит, нет, вообще нет. Бог, как был создателем мира, так он и остался создателем, но он еще и господин мира. Господин мира, то есть, то, что мы называем его словом Адуной, господин мира, Господь на русский переводят. Это значит, что он не только сотворил когда-то, а он еще и управляет этим бесконечно, он этим управляет. Папа, хочешь сесть? Садись куда-то. Он хочет, он хочет, то есть, Бог, он еще и управляет, и мы через молитву и заповеди, мы с ним соединяемся, и он может прямо вот в режиме реального времени изменять реальность, изменять даже какие-то не просто причинно-следственные связи, но и законы природы. Что было нам доказано при исходе из Едипта, когда было 10 казней. Едипет стих, которые показали, что вся природа, то, что мы привыкли считать чем-то механистическим и действующим только по причинно-следственным связям, она тоже находится во власти Создателя, и он в любой момент может менять законы природы по своей воле. Вот здесь это написано в 19 отрывке. Бог своей мудростью основал землю и установил небеса своей твуной, это сообразительность, то есть, причина-следственными связями. Он все красиво запрограммировал, все работает, там какая формула, все время забывая, что Эйнштейн ее открыл, там и так далее. Есть какие-то формулы, которые описывают, как все работает, как эта вся система работает, но Бог может в любой момент эти формулы поменять. Теперь дальше, 20 отрывок. Беда-то, Теомос, Нивкау, Ушихатим и Рафуталь. Значит, Беда-то, это восприятием его разделились, раскололись бездны и облака капают росой. Что это значит? Дальше, когда он создал эту всю систему, вначале он создал материал, так, это то, что здесь сказано о земля, но это материальный мир. Например, потом он создал причина-следственные связи, да, Е равно МС в квадрате. Потом он создал вот это вот Е равно МС в квадрате, причина-следственные связи. Но это же все не живое, это не чудо особо, это может, в принципе, практически, ну, нельзя сказать, что любой, но, но, как бы, уже это не так удивительно, как то, что он сделал дальше. А дальше, что он сделал? Он сделал жизнь. То есть, он сделал жизнь, которая вся напитается водой, кислородом. Это же удивительно, что вот есть неживая природа, там, камни, минералы, элементы. И тут, друг, эта неживая природа каким-то волшебным способом превращается в живую природу. То есть, есть мир растений, потом есть мир животных, потом есть мир людей, а дальше есть мир ангела, мир духовных сущностей. И он все это, все это устроил. И в 20-м отрывке как раз говорится о том, что все влияние на материальный мир идет из мира духовного. То есть, материальный мир это следствие, а духовный это причина. И, значит, так вот все это красиво работает, да? Теперь дальше, говорит 21-й отрывок, говорит царь Соломон всем нам. Он говорит нам от имени Бога. Бни, сынок, он говорит. Аль, ялузу, мейнейха. Чтобы вот эти вот мудрость, мудрость Бога и его вот этот системный подход, как он все это мироздание сотворил, это то, что передано в Торе. Пусть это не отодвигается от глаз твоих. То есть, человек так устроен, что два раза в день нужно себе напоминать. В Шмае Сраэль мы два раза в день говорим. И не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами. И не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами. Два раза в день, еще перед сном один раз, и на протяжении всей жизни получается сотни-сотни раз. Зачем нужно каждый день напоминать себе, чтобы не блуждать, влекомые сердцем и глазами. Человек так устроен, что если им не ведет внутренняя мудрость и внутреннее намерение, то тогда им управляет то, что он видит, его желания сиюминутные и автоматические процессы, происходящие в его подсознании. То хочу, это хочу, туда позвали, сюда позвали, одна проблема, вторая проблема, то надо, все надо. И так как особенно сегодня внешний мир полностью запрограммирован маркетологами, которые человека ведут совершенно спокойно, это общество потребления по своим путям, то человек, который блуждает влекомым сердцем и глазами, он будет блуждать от магазина к магазину. Все, вот это все его блуждания от магазина к магазину, от концерта к концерту, от достопримечательностей к достопримечательности, то есть он будет блуждать по жизни, а потом, а потом к чему он приходит, а потом у него начинаются проблемы, и им начинают управлять его проблемы, блуждания, проблемы, блуждания. И жизнь обычного человека проходит вот в этом вот пустом, таком броуновском движении, абсолютно хаотичном и разновекторном. Теперь говорит нам царь Соломон от имени Бога, он говорит, сын мой, пусть не отходят слова Тора у твоих глаз, то есть постоянно изучай Тору, тогда тобой будет кто управлять? Бог и божественная мудрость. А Бог тебя не оставит. Нсор тушия умазима. А дальше он говорит, создавай изнутри тушия, это разумность в действиях и рассудительность. Не должен человек идти по жизни, влекомый желаниями, влекомый вот этими вот хочу, не хочу, позвали, не позвали. Говорит нам царь Соломон, изучай Тору, то есть получай чистое знание от Бога, а дальше намеренно, рассудительно выстраивай свою жизнь, исходя вот из этих вот аксиом и правильных таких рациональных правил. Тогда никто не сможет тебя схватить за твое внимание, как Марти Толоди, никто тебя не заставит ничего делать, как был какой-то известный английский писатель, он говорил, что большинство людей проводят жизнь в работе, чтобы покупать ненужные им вещи, для того, чтобы производить впечатление на тех людей, которые им не важны. И так вот живет большинство людей, которые попав в плен вот этой вот сказки, американская мечта, будет больше денег, будет больше счастья, будет больше покупок, будешь счастлив, если ты там не одеваешься по моде, ты неполноценный и так далее. И человек крутится вот в этих всех, от рекламы к рекламе, хочу, говорит нам Зач Соломон, сын мой, пусть не отходят от твоих глаз мудрые слова Торы, то есть то, что ты изучаешь, а дальше ты изнутри создавай для себя, не внешний мир должен тебя вести, а только твой внутренний мир, основанный на рассудительности и разумности, должен вести тебя по жизни. Это был 21 отрывок. И тогда, 22 отрывок, Вэйю хаим линавшеха, и тогда будет жизнь для твоей души, Вэхэн ле гар гаратеха, и будет приятность для твоего горла. Что имеется в виду? Объясняют нам Малбим. Смотрите, есть у человека вот эта животная душа, животная душа, которая, которая, ну, она хочет выживать. Для выживания человеку немного надо. Чуть-чуть поел, чуть-чуть поспал, чуть-чуть попил, вот ты уже и выживаешь. Но речь идет не о выживании в этом мире, которое в любом случае оно рано или поздно заканчивается. Речь идет о том, что если человек начинает изучать Тору, если он свое я, свое самоосознание, свою мысль, он через Тору переводит на духовный уровень при жизни, на уровне высших своих уровней души, тогда получается очень интересная вещь. Если он живет по Торе, тогда будет вечная жизнь, то есть он переходит к настоящей жизни для твоей души. То есть его как бы вот этот вот программный код, который управляет мясом, то, что называется нефы, животная душа, это как программный код, который управляет мясом. Представьте, при чем интересно. Мысль человека, она дает сигнал, и по нервной системе этот сигнал, вот идея, хочу поднять руку, рука поднялась, хочу что-то сказать, пошел процесс. То есть мысль через вот этот вот программный код, то, что называется животная душа, нефы, человека, да, это как голограмма внутри такая, которая прошивает все мясо, все клетки. Так вот мысль управляет телом, но у обычного человека все это и заканчивается в этом мире. Такой биоробот, он себе ходит, кушает, ходит, кушает, ходит, кушает, умер и растворился в земле, ушел в землю, как бы, ну просто из праха взят, из таблицы Менделеева в прах ушел. А что с этой животной душой, которая была программное обеспечение голограмма? Если при жизни уделял внимание Торе, заповедям, думал о Боге, молился и так далее, то она имеет зацепку на более высокий, на духовный уровень, и когда мясо, оно отпадает, эта душа поднимается наверх и уходит в рай. То есть, если ты выполняешь то, что написано в 21 отрывке, если ты живешь, исходя из мудрости Торы, и не блуждаешь влекомый сердцем и глазами, тогда будут слова Торы с жизнью для твоей вот этой животной души, и будут они приятностью для твоего горла. Что имеется в виду? Я могу сказать, что в первой половине моей жизни, до 26 лет, пока я не стал религиозным, все мои проблемы в жизни были из-за языка. Знаете, когда говоришь не то, не знаешь всех этих законов, лошонара, там злоязыча, не злоязыча, про кого-то сказал, про кого-то ответил, про кого-то, ну там, где-то похвастался, где-то рассказал, то есть человек, который говорит не по Торе, то есть он живет не по Торе, думает не по Торе и говорит не по Торе, то он в любом случае через свой язык получает в жизни проблемы. Теперь человек, который живет по Торе, он и говорит по Торе, и тогда, мы уже учили, что будет, и будут, если ты живешь и говоришь по Торе, тогда будет у тебя хэн, бэйне, локим, вэадам. Будет у тебя приятность в глазах Бога и в глазах людей. То есть, например, рвыц как зербер, зерхрану царик, левраха, он никогда ни про кого плохого слова не говорил. Только хорошие вещи, только приятные вещи, никогда никого не обижал. И вот чем запоминаются нам праведники, мудрецы? Они добрые, они хорошие, они веселые, они говорят людям приятные вещи, они мыслят позитивно и говорят позитивно, всех поддержат, всех утешат, дадут хороший совет и так далее. Теперь, вот это то, что нам сказано. То есть, если ты изучаешь Тору и живешь по ней, и говоришь то, что велит Тора, то, что правильно говорит по Торе, то тогда у тебя будет и вечная жизнь, и в этом мире у тебя будет все хорошо. Поэтому не говорите никому, знаете, правду в глаза. Есть такие люди, любят говорить правду в глаза. Ну, потом они, правда, ходят в синяках и без друзей, но зато они режут правду матку, прямо в глаза. Я же правдивый, я же ему сказал все, что о нем думаю. И все, что о нем говорят другие, гадости, я же должен был ему сказать. Это неправильно. Напоследок расскажу анекдот, два анекдота расскажу, иллюстрация, как бы, притчи же. Это иллюстрация, царь Соломон нам хотел передать мудрость на понятном уровне тем мудрецам, которые жили в его время. Я хочу чуть-чуть на простой уровень перевести, хотя, опять же, я не уверен, что может быть это правильно. Ну, второй анекдот точно приличный. Расскажу второй приличный анекдот. Это насчет слов, которые выходят изо рта человека. И насколько правильные слова приводят к хорошим результатам, неправильным к плохим. Шел как-то один человек ночью по улице. Тора нам говорит, что ночью по улице ходить не надо. В опасных местах нужно очень остерегаться. А ночь это опасное время. А ходить одному, мы учили в Перте вот, что ходить одному ночью и при этом не учить Тору, это очень опасно. А этот мужик шел как раз ночью, один и пьяный, и не учил вообще Тору. И, естественно, его встретила на улице в переулке группа бандитов, хулиганов, и они у него все забрали. Забрали они у него там бумажник, часы. И, значит, а нет, начинается анекдот с того, что он сидел и плакал, и причитал, зачем я их позвал, зачем я их позвал. И, значит, второго спрашивают, расскажи, что, что, значит, произошло. Он рассказывает, шел по улице, ночью, поздно, группа хулиганов, забрали у меня бумажник, часы. И, говорит, уже уходили они, вот уже отошли. А я смотрю, лом на земле лежит. И я, значит, увидел этот лом, и им кричу, эй, козлы, идите сюда, ну, идите сюда, значит, козлы. Они возвращаются, я за лом, а он к земле примерз. Зачем я их позвал, он говорит, вот, зачем я их позвал. Понятно, да? Значит, вот, честь выздоровления Полины, бат Ирины, чтобы было ей полное выздоровление, Полине, бат Ирины, чтобы было полное выздоровление, чтобы она выздоровела, чтобы Бог сделал для нее еще один шанс, чудо, и чтобы, чтобы, заслугу Рока Торы, чтобы она выздоровела. Все. Вот так вот. И второй анекдот, короткий, расскажу тоже про то, что управляет людьми. Встречаются как-то две женщины, и одна женщина, вторая говорит, ты знаешь, я своего мужа не понимаю, я веду себя просто идеально, у тебя все делаю идеально, прямо как должна себя вести идеальная жена, а он хочет со мной разводиться. Вторая ей говорит, а что значит ты все делаешь как идеальная жена? Она говорит, ну все, ну это же понятно, есть же правила там, она говорит, какие правила? Она говорит, ну я делаю там, готовлю, стираю, убираю, все делаю. Она говорит, а что же он с тобой разводиться хочет? Она говорит, не знаю, может вот из-за этой мелочи, что я ему изменяю? То есть в чем здесь суть анекдота? Что каждый человек живет в своей системе координат, где он для себя придумал важность того или иного аспекта своей жизни. И если он придумал себе все эти важности, а оно не сходится, то что может быть? Могут быть, человек недоволен, он говорит, что за жизнь у меня? Я недоволен, тут не работает, там не работает, здесь не работает. А ему один ответ, послушай, ты живешь исходя из своих знаний о жизни. Если у тебя где-то не работает, так не работают твои знания. Все, вот это один ответ на все вопросы. И откуда человек может взять чистые знания? Тут у него опять есть варианты. Или бегать искать по каким-то людям, или же обратиться к источнику всего, к Торе, Бог, который сотворил мир. Он в Торе рассказал и показал, как в этом мире надо жить, как пройти этот мир, для того, чтобы все было хорошо. Все, я вам желаю, чтобы вы учили Тору, чтобы все было хорошо, чтобы выполняли заповеди. То есть все должны выполнять заповеди, на него возложены. Евреи должны полностью выполнять Тору. Это очень сложно, но именно поэтому в Евресте народ и был выбран для этой функции, что Бог посчитал, что вот именно им и надо дать больше всех обязанностей. А если человек не еврей, то тогда у него есть семь заповедей сыновей Ноха, потомства Ноха. То есть когда был потоп, Бог уничтожил человечество, и потом вышел Нох, Бог ему сказал, смотри, все человечество теперь должно соблюдать семь законов. Потом, когда прошло еще время, и когда был Авраам, Ицкак, Яаков, потом было египетское рабство, и Бог сказал, вот этому народу евреям, им значит 613 заповедей. То есть им надо, они прошли через вот этот котел рабства, то есть все, они теперь для меня рабы и сыновья. Значит, если они соблюдают 613 заповедей всю Тору, они становятся для меня как сыновья. И по-любому они уже мои рабы, так как я их выточил из рабства, у них вариантов нет на никакую другую работу. Потому что раб, которого, если он убегает от хозяина, то проблема, он не может убежать. То есть у него нет права. И поэтому евреи, это очень интересно, это Абарбанель, он задал вопрос, он говорит, на каком основании евреи должны соблюдать Тору? Почему? То есть поклялись когда-то соблюдать Тору, но они поклялись. А по Торе, если клятва отцов не обязывает сыновей, не может, например, мой дедушка вдруг мне сообщает, ты знаешь, твой дедушка поклялся, что ты будешь рабом, я не обязан быть рабом. Но, если мой дедушка был раб, то он сам не может выйти из рабства, пока его хозяин не отпустит. Понятно, да, идея? Поэтому, ответил Абарбанель, у евреев нет, как бы по закону, у них нет возможности выйти из рабства. Если уже еврей родился евреем или принял на себя еврейство, то он должен понимать, что это очень серьезные отношения с Богом на уровне полностью обязанностей, конкретных и колоссальных. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов. И чтобы нами руководила Тора в наших повседневных действиях, решениях, тогда будет все хорошо. Все, удачи, успехов. Всем хорошего дня. Напишите свои выводы из урока. И всего хорошего. Пока.